МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите первый в этом году выпуск информационной программы Республика. Всех зрителей приветствую. Я, Ольга Григорьева. Сегодня пришла печальная новость. Три дня не дожил до 89-летия. Доктор исторических наук, профессор, почетный гражданин города Чебоксары Василий Дмитриевич Дмитриев. Василий Дмитриевич родился 11 января 1924 года в Цивильском районе. Участник Великой Отечественной войны. Окончил аспирантуру Московского госуниверситета. Василий Дмитриев – один из ведущих специалистов России по средневековой истории по Волжье и народу, заселявших его. Первым в Национальных республиках России Дмитриев приступил к разработке нового направления в исторической науке – устной истории. Исследовал комплекс сохранившихся чувашских исторических преданий о событиях, личностях, местностях. Опубликовал труды о Бичурине, Михайлове, Никольском и других известных людях. Именно он нашел в летописях дату первого упоминания о Чебоксарах – 1469 год. Прощание с выдающимся ученым пройдет завтра, 10 января, в Гуманитарном институте с 11 до 13 часов. Первый день после новогодних каникул принесы и другие неприятные вести. Почти в центре Чебоксар, в исторической части города Датлас, горел дом, в котором проживали три семьи. Отправившись на съемки к монументу матери-покровительницы, наша творческая группа заметила столб дыма. Спустя некоторое время выяснилось – горит частный дом рядом со зданием казначейства на улице Герцена. Пожарные примчались, как положено, за несколько минут. На место происшествия пригнали четыре машины. Однако спасти деревянное строение не смогли. Огонь бушевал вовсю. Пожарный автомобиль установили на пожарный гидрант. Из жилого дома был эвакуирован газовый баллон. Значит, служба взаимодействия, горгаз и электрослужба сработали, электричество отключили, газ перекрыли. По словам соседей, по адресу Герцена, 17, проживали три семьи. Один из хозяев успел подъехать, посмотреть, как горит его обиталище. Впрочем, особенно расстроенным мужчина не выглядел. Либо мужественно скрыл огорчение. Че, я откуда знаю, сейчас с работы приехал? Осторожно. Осторожно, осторожно. Ладно, горит, горит. И лишь после того, как пожар полностью был потушен, стало ясно, без жертв не обошлось. В сгоревшем доме обнаружено тело мужчины, предположительно, одного из жильцов. Всего же с начала года в республике случилось более 30 пожаров. Их жертвами стали 4 человека. В МЧС отмечают, что трое из них курили в постели. Все погибшие были в нетрезвом состоянии, все вели аморальный образ жизни. Берем, допустим, пожар в том же городе Ядрине 4 января. Значит, человек жил один, сотрудник пожарной части, буквально пожар находился в 30 метрах от пожарной части. Сотрудник постовой поста пожарной части заметил дым из жилого дома и просто вызвал караул. Они вот прям пешком дошли до места пожара. Простите, ничего не горело, но обнаружен был труп на месте пожара. Берем другой пример пожара. Морпосадский район. Значит, человек выгнал жену до Нового года, за несколько дней, за 3-4 дня. Жил один, позвал своих аналогичных собутыльников. И все эти дни, все праздники, они употребляют спиртное. Как следствие, итог пожар и труп хозяина дома. Приближаются новогодние праздники, старый Новый год, который отмечается только в России. Поэтому хочется сказать, чтобы граждане были более внимательны своим детям, более внимательны к себе, соблюдали элементарные требования пожарной безопасности и доводили требования до соседей. Потому что если мы будем одиноки, не будем рассказывать о проблемах своим соседям, окружающим, коллегам, то один человек в точку борьбы с пожаром он не сдвинет. В столицу же новогодние каникулы прошли без особых происшествий. По единому номеру вызова экстренных оперативных служб. 112 поступило почти 2000 обращений. Из них по 116 службами экстренного реагирования оказана практическая помощь, дана 801 справка. От коммунальных услуг на 4 часа и более отключались 4 жилых дома, в которых около 1000 жителей испытывали временное неудобство. Произошло 483 ДТП, в которых погибли 10 человек. А теперь к делам наступившего года. В 2013 в стране вырастут зарплаты. По прогнозам Минэка, доходы и реальная заработная плата увеличатся на 3,7%. А уже с начала года минимальный размер оплаты труда в России поднимется до 5205 рублей. Об этом сообщает сайт Вестей. По ожиданиям властей продолжится снижаться уровень безработицы. В прошлом году его удалось сократить на 20% в годовом выражении. Пока без работы в стране числится 1 миллион человек. В новом году будут повышаться пенсии. Дважды трудовые с 1 февраля и с 1 апреля. И после повышения размер ее в среднем по стране составит свыше 10 тысяч рублей. Социальные поднимут с 1 апреля до 6169 рублей. К концу года минимальная пенсия в России должна быть более 9 тысяч рублей. Что касается материнского капитала, то он увеличится на 5,5% и составит 408 960 рублей. Стоимость жилищно-коммунальных услуг в этом году будет подниматься поэтапно с 1 июля и с 1 сентября. По прогнозу Минэкономразвития тарифы на электроэнергию вырастут на 12-15%, на тепловую энергию на 8-10%, газ на 15%. С 1 января повысились акцизы на бензин в среднем на 20% и спирт на 25%. С 300 до 400 рублей за литр этилового. Новые меры для поддержки многодетных родителей. С 1 января в республике, как и во всех других субъектах, к региональному материнскому капиталу начали доплачивать бонусы. Семьям, в которых родятся третьи и последующие дети, отныне будут выделять ежемесячные пособия. Те, кто одним из первых в Чувашии получат эти деньги, в роддоме поздравили супруга главы республики Лариса Игнатьева и министр здравоохранения Чувашии Алла Самойлова. Со счастливыми мамами познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Дима, так мама, назвала своего ребенка в честь одного из близких родственников Семисамойловых долгожданный мальчик. Выписки младенца дома с нетерпением ждут две родные сестры. Их братик – богатырь, вес почти 3,5 килограмма. Мария говорит, о таком и не мечтала. Это самый долгожданный подарок в Новый год. Ее сын появился на свет через несколько часов после боя курантов. Ну, хотелось. Хотели мальчика. Дождались своего. Ну и как дочки восприняли пополнение в семействе? Хорошо ждут, плачут. Братья-ка надо. Отчет новорожденных в президентском перинатальном центре начали 1 января в 2 часа ночи. Именно тогда на свет появился первый мальчик. Всего же только за 4 январских дня. Здесь родилось более 30 детей. В первые дни Нового года третьими в своих семьях стали пятеро малышей. Причем все мальчики. Своим родителям эти дети принесли неплохую прибавку. Скоро они получат региональный материнский капитал. Плюс к этому ежемесячные выплаты по 5,5 тысяч рублей. В числе таких же мам практически все жительницы Чувашия, которые уже воспитывают двоих детей. Это шикарное подспорье, потому что все семьи, у которых прожиточный, у которых среднедушевой доход в семье ниже среднедушевого дохода в Чувашской республике, в среднем по Чувашии, будут получать эту выплату. То есть фактически, по предварительным данным, все семьи, которые родят третьего и последующих детей, будут получать эту меру социальной поддержки. Сумма, равная минимальному прожиточному минимуму, рассчитанному для детей. На сегодняшний день эта сумма 5 тысяч 504 рубля. Эта сумма будет индексироваться, когда будет индексироваться сумма по прожиточному минимуму. То есть это ежеквартальная индексация. И фактически ежеквартально эта сумма будет расти. Эти пособия семьям будут выплачивать, пока их детям не исполнится 3 года. На исполнение нового указа средства выделяются из федерального и регионального бюджетов. Только в 2013-м будет направлено более 120 миллионов рублей. Да главное, чтобы здоровый был. У меня и мальчики, и девочка есть. Забеременела, я родила. Я даже насчет денег не знала и не думала даже об этом. Да, чтобы они родились в любви, чтобы в семье всегда все хорошо было. Дети здоровые растут, самое главное. Михаил Васильевич всегда говорит и напоминает нам о том, что дети должны рождаться в любви. А это будет только поддержка для семьи. Поддержка многодетных семей будет только усиливаться. В следующем году в республике ожидается настоящий многодетный бум. Из бюджета только на финансирование ежемесячных пособий будет направлено более 300 миллионов. Между тем, демографические показатели в Чувашии улучшаются с каждым годом. Только за 8 дней население республики увеличилось на 334 человека. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Остается добавить, что одним из главных достижений ушедшего года стала стабилизация демографической ситуации. В 2012 году родились 17,5 тысяч детей. Это на 1356 больше, чем годом ранее. Впервые за 20 лет в республике зарегистрирован естественный прирост населения. Ожидаемая продолжительность жизни составила 70 лет. Чемпион мира по боксу Олег Маскаев очередной поединок может провести в Чувашии. Об этом известный спортсмен заявил во время визита в республику. Боксер вернулся на ринг в конце прошлого года. Сейчас он живет в Америке, но уже в ближайшее время намерен приехать в Россию. В республике Маскаев пообещал реализовать еще один проект. Своими планами он поделился с главой региона Михаилом Игнатьевым. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с чемпионом мира по боксу Олегом Маскаевым. Совсем недавно он вернулся на ринг после почти трехлетнего перерыва. В конце декабря в Москве Маскаев провел бой с титулованным ямайским боксером. Иностранца удалось нокаутировать уже в третьем раунде. Российский спортсмен заявил, что это сражение – лучшая возможность реабилитироваться. Его последняя схватка с доминиканцем Наги Агилеры закончилась поражением. Сейчас Олег Маскаев планирует возрождать в регионах советскую школу подготовки боксеров. Чтобы вырастить настоящих профессионалов, необходимо вкладываться в них уже с малых лет. Дать толчок этой системе возможно, если в провинции появятся талантливые тренеры. В Чувашии, отметил Михаил Игнатьев, уже начали придавать второе дыхание. Школам дзюдо и самбо. Недавно в регион пригласили профессионального тренера. Мы сейчас, просто к среднему хочу сказать, по оценке Министерства спорта Российской Федерации, 29% занимающихся физическим спортом. И задачу поставил, довести эту цифру в среднесрочной перспективе, ну, там, за пять лет практически до срока. Ибо здоровье призывников, если взять в мыши, она сегодня плохая. В Чебоксарах Олег Маскаев планирует провести турнир для молодых боксеров. Это предложение поступило ему недавно, и он нашел его довольно заманчивым. Я думаю, что это обговорить надо с промоутерами России. Я думаю, что такое прекрасное место. И самое главное, подъем для молодежи. И возможности, я думаю, есть. И прекрасное место, я думаю, будет здорово. Будем работать над этим. Возможно, что турнир по боксу среди юношей в Чебоксарах пройдет уже в этом году. Но в этот праздничный день, пользуясь случаем, Михаил Игнатьев пригласил боксера на лыжню. И глава республики, и Олег Маскаев приехали сюда вместе с женами и детьми. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Центр зимних видов спорта в новогодние праздники не пустовал. 5 января там прошел Единый республиканский день здоровья. На лыжню вышли более 200 любителей спорта. Среди них и наша съемочная группа. В рамках Единого республиканского дня здоровья в Центре зимних видов спорта на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 состоялся лыжный забег. Все желающие могли принять участие в дружеском соревновании. На лыжи встали более 200 любителей зимнего вида спорта. Многие пришли семьями. Не остались в стороне сотрудники администрации главы Чувашской республики, министерств и ведомств, предприниматели и руководители организаций. Старт дружной гонки дал Михаил Игнатьев. На самом деле, Министерство спорта Российской Федерации провозгласил вообще с 1 по 8 января, это как раз праздничные выходные дни, недели или декады вообще здорового образа жизни. Я хочу поблагодарить, что все вы присоединились к этому призыву, к этому посылу. И сегодня вообще мы по всей республике проводим единый день здоровья. Здорового образа жизни, здорового питания и формирования сильной личности. Дай Бог всем вам здоровья, многое-многое лето, а здравствуют любители физической культуры и спорта. Марш! Счастливого пути! Лыжню специально готовили ко дню здоровья. Организаторы заранее расчистили трассу, которую горожане преодолевали с легкостью. Мужчины должны были проехать 5 километров, а женщины 4. Несмотря ни на какие препятствия, до финиша доехали все. Ну, день здоровья – это понятие такое растяжимое. Здесь вот каждый может заниматься тем, что ему нравится. Кто-то хочет поплавать в бассейне, кто-то хочет просто выйти прогуляться, кто-то хочет на лыжах прокатиться. Поэтому сегодня в республике, значит, проходит единый день здоровья, а вообще-то целая декада здоровья во всех спортивных учреждениях проводятся вот такие мероприятия. В этом лыжном пробеге не может быть победители и проигравших. Сюда пришли настоящие ценители здорового образа жизни. Ведь спорту ни помеха, ни снег, ни дождь. Тем более погода в этот день была как никогда подходящей для массового забега. Погода отличная, трасса хорошая. И настроение хорошее тоже. Некоторым любителям здорового образа жизни 5 километров оказалось мало. Лыжники, завершившие гонку, еще долго не покидали трассу. Лыжные трассы, катки в вашем распоряжении И даже обычные пешие прогулки тоже пойдут на пользу. Светлана Лекимова, Николай Яковлев, Республика. В праздничные дни по всей стране традиционно проходили народные гуляния. Массовое празднование Нового года и Рождества в Чебоксарах прошло без серьезных происшествий. По всему городу шли различные праздничные концерты, елки для детей и школьников, театрализованные представления, конкурсы, интеллектуальные и подвижные игры, спортивные состязания. Было много сюрпризов и подарков. Празднования проходили на Красной площади, в городских парках, во дворах. Главный зимний волшебник ждал ребят в резиденции Деда Мороза. Рядом каток и снежные горки. Здесь даже сегодня можно взять на прокат любой инвентарь для зимних забав. Лыжи, коньки, санки и получать удовольствие. Новый формат для новогоднего представления разработали во дворце культуры тракторостроителей. Юные чебоксарцы и гости столицы окунулись в виртуальный мир. Вместе со сказочными персонажами ребята спасали планету от врагов. В программе были использованы едва ли не все возможности современного светового и звукового оборудования. Технологии не стоят на месте. Даже Новый год теперь стал в 3D. Дети, как завороженные, не могли оторвать взгляд от сцены, на которые юные артисты выступали в сопровождении компьютерных эффектов. Всего во время новогодних и рождественских праздников в Чебоксарах прошло почти 50 мероприятий, в которых приняли участие более 200 тысяч человек. По данным МВД Почувашии, серьезных нарушений порядка зарегистрировано не было. В ночь с 6 на 7 января в спокойствии верующих на богослужение обеспечивали 120 сотрудников полиции. Впрочем, гуляние еще продолжаются. Впереди еще проводы Старого года и крещение. Но без травм не обошлось. Катание с горок – всеми любимое зимнее развлечение. В последнее время все больше популярности пользуется так называемая ватрушка или тюбинг – яркий надувной круг с донышком, на котором катаются все от мала до велика. Только за 8 праздничных дней в городской травмпункт обратились 242 пострадавших. Многие из тех, кто оседлал ватрушку, получили серьезные травмы. – Ради чего катаются-то? – Ради андреналина. – Ради чего? – Ради андреналина. Эту трассу на заливе специально никто не готовил. Спуск здесь настолько крутой, что за считанные секунды ватрушка набирает бешеную скорость. Остановить ее может только большой сугроб или фонарный столб. Более того, рядом находится железная изгородь другого аттракциона. Если человек на скорости туда врежется, последствия могут быть весьма плачевными. – Стой, не толкай, подожди, а не проеду. – Я тебе только оттуда вытащу. – Все. – А как же я? – Давай, все. – Карета скорой помощи за праздники сюда приезжала много раз. Прямо с горки людей уносили на носилках. За неделю палаты детского медицинского центра, отделение ортопедии и травматологии заполнились. Сейчас здесь находятся 17 маленьких пациентов. Ксения Никитина попала сюда 1 января. – Мы думали, что все пройдет хорошо, катаемся, порадуемся. А на самом деле мы вот сели, я, мама села, мама дальше подвинулась и я села в серединку. Мы взялись, я была без перчаток, именно когда вот так скатились. Когда мы начали ехать, нас развернуло, и мы поехали задом, а потом мы с сильной скоростью везли в столб. Ну, испугались мы очень сильно, боялись мы. Мама, у нее сразу рука начала не чувствовать, мама руку начала не чувствовать. А у меня, я вот сразу больно, сразу встала. В больницу семья Ксюша добиралась самостоятельно. Скорую помощь вызвать оказалось непросто. Девочку прооперировали сразу. А вот у мамы операция назначена только на завтра. За младшей сестрой приглядывает старшая. От мамы, которая находится в ГКБ номер 1, не отходит глава семьи. На той же самой горке несколько дней спустя получила перелом четырех позвонков и девятилетняя Ксюша Дворникова. Все случилось тогда, когда все уже собирались домой. Прямо на глазах у ее мамы. Вот так неудачно скатилась, что она съехала с трассы и вот на этой ватрушке врезалась прямо в столб. Спиной стукнулась, вот травму получила. Пока нам последний режим приписали, потом еще какое-то время, месяца три носить корсет. Ольгу Кириллову можно назвать экстремалкой со стажем. С самых высоких горок она катается с детства. В этом году решила пересесть следянок на ватрушку. Признается, не раз видела, как с любимой горки уходили покалеченными и взрослые дети. Но тяга к экстрему оказалась сильнее. Прокат раздают ватрушке. Ну, я купила свою, решила покататься. Сначала с этой же горки каталась, не падала. Думаю, ладно, все, последний раз. Села и улетела прямо на плечо вот на это. И сломала ключицу. Ну, было, да, очень больно. Я сначала сидела там, плакала, что-то встать не могла даже. Что-то люди какие-то даже не подошли, не спросили, хотя народу полно было. Теперь я продам ватрушку и больше не буду кататься. Лучше пойду на каток, на коньках. Но врачи предупреждают, катание на коньках тоже может быть опасным. Если не соблюдать элементарную технику безопасности. Зимний период считался до недавнего времени периодом затишья, детского травматизма. Но за последние годы, за последние 2-3 года мы видим, что этого затишья не наступает, несмотря на прогнозы. Наше отделение, к сожалению, они не бывают пустыми. Хочется обратить внимание родителей на то, чтобы они более тщательно выбирали время и место для досуга своих детей. И остерегались сосулек и дополнительных всевозможных зимних, так сказать, факторов травматизма. Это лед, спуски, горки, ватрушки и все остальное. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Андрей Спиридонов. Республика. В новом году сотрудникам Республиканской лесопожарной службы будет легче бороться с пожарами. В качестве новогоднего подарка они получили ключи от новой специализированной техники. Специализированные машины сегодня были выставлены на обозрение на Красной площади столицы. 10 тракторов «Форест» с плугами и отвалами. Такие, говорят лесничие, прокладывают противопожарные минерализованные полосы. В одном ряду с тракторами, легковожки и уазы. Вся техника куплена на федеральные деньги и сэкономленные средства. В 2012 году в Чувашской республике выделены субсидии в сумме 25 миллионов рублей. На эту сумму мы закупили 16 единиц техники. В течение трех лет мы закупили пожарную технику на 100 миллионов рублей. Такого в истории лесного хозяйства пока еще не было. За небольшой промежуток времени автопарк удалось обновить процентов на 70, говорят в Минприроды. Жаркое лето 2010 года, когда в Чувашии полыхали леса, заставило извлечь уроки. Оно обнажило проблемы лесного хозяйства, одна из которых – слабая снастка лесничеств. На переоснащение и перевооружение лесной службы были направлены основные усилия власти. В 2011 году, в 2019 году, в этом году мы по оценке Рослесхоза входим в число 10 лучших регионов Российской Федерации, ибо мы не допустили, принимая все превентивные меры, профилактические меры, случаев пожаров. Были очаги, это буквально там 1-2, и вовремя, принимая меры, взаимодействие согласованно со всеми службами, со всеми сотрудниками, принимая меры, погашали. Ключи от тракторов сегодня получили специалисты Алатарской, Вурнарской, Бресинской, Чебоксарской, Шумерлинской и еще нескольких пожарно-химических станций. От легковушек и УАЗов, Канажского, Кирского, Шумерлинского, Чебоксарского лесничеств. Сейчас нам многие завидуют, что именно в Чувашии столько техники поступает. Глава подчеркнул, 61 единица уже поступила. И даже удивляется, говорит, а зачем столько лесникам нужно техники? Она нужна нам для того, чтобы не повторился 10-й год. Пусть она, техника эта стоит, потихоньку на нужды лесного хозяйства используется. И чтобы не повторялся 10-й год, потому что пожары могут уничтожить труды многих поколений. Прямо с Красной площади столицы вся техника отправилась к месту своего назначения. На сайте Мининформполитики Чувашии идет интернет-голосование. Поддерживаете ли вы идею возвращения перехода на зимнее время? На днях спикер Госдумы Сергей Нарышкин направил главе правительства Дмитрию Медведеву соответствующее обращение. Напомню, что с 2011 года страна круглый год живет по летнему времени. Тогда идею прекратить перевод часов поддержало большинство россиян. Сейчас мнение по поводу исчисления времени у жителей страны разделилось. Осенью прошлого года лишь 30% положительно отозвались о прошедших изменениях. Столько же за переход на зимнее время. При этом, как оказалось, каждому третьему вовсе безразличен перевод стрелок часов. Точку в этом вопросе поставят итоги мониторинга. В исследовании может принять участие каждый, зайдя на сайт Мининформполитики и проголосовав. Культурный январь в Национальной библиотеке Чувашия. Вместе с партнерами Чебоксарской молодежной организации «Соколина и Яр» библиотека предлагает недельный каскад грандиозных и камерных мероприятий. Библионайт или рождественские поэтические чтения. Главной тематической линией торжеств выбрана культура Шотландии и ее знаменитый поэт Роберт Бернст. День рождения которого отмечается 25 января. Завтра к 11 утра всех желающих приглашают строить библио-ель. Елочку из книг в фойе Национальной библиотеки. Каждый участник может принести свою книгу, которая станет кирпичиком большого рождественского чуда. Всю неделю будут проходить концерты, мастер-класс, творческие встречи, поэтические состязания, выставки. А завершится все настоящим шотландским балом. У меня на этом все. Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин